Значение скорой помощи всегда, а тем более сейчас, в условиях пандемии коронавируса, трудно переоценить. От того, насколько оперативно прибудут медики к пациенту, зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Равноправными членами бригады становятся водители машин скорой медицинской помощи. И работу эту выбирают не только профессионалы высокого класса, но и люди особого склада души. Накануне профессионального праздника Дня водителя и дорожника чествовали лучших представителей коллектива. О людях за баранкой скорой наш следующий сюжет. Уже стало традицией накануне Дня автомобилиста и дорожника проводить конкурс профессионального мастерства среди водителей специализированного транспорта, медицинской и скорой помощи, специализированного автотранспортного предприятия Кинской центральной поликлиники. Участие в самом престижном соревновании профессионалов принял практически каждый третий водитель. Штат довольно большие, опытные. Транспорт тоже имеется и поновее машины. Есть машины постарше. Представлен практически всем автопромом Евросоюза. Начиная от УАЗа и Газели, заканчивая Ситроенами, Мерседесами. К своему профессиональному празднику автотранспортное предприятие получило замечательный и во многом символический подарок. Получили недавно новый автомобиль, можно сказать, в подарок празднику. Это скорая помощь класса «Б» на базе «Пежо-боксера». Один автомобиль нас мало спасает. Износ действительно большой. Но, несмотря на то, мы их поддерживаем в техническом рабочем состоянии. О чем даже по одной из номинаций было. Это техническое обслуживание автомобиля. Один из пунктов был. Практически все автомобили выдержали эту номинацию. Автомобиль «Пежо», который прибыл к нам буквально на днях в город Пинск и явился по сути реализацией спонсорской помощи в управлении капитального строительства города Пинска, закуплен управлением здравоохранения за эти средства. Он прибыл в помощь Пинскому региону. А так как он оснащен довольно неплохо, несмотря на то, что это класс «Б», но коммуникации сделаны таким образом технически, что этот автомобиль может работать в качестве реанимобиля, что позволит его активно и, скажем так, широко использовать в условиях скорой помощи и для экстренной перевозки пациентов и центральной больницы, и на межрайонном уровне. Полсотни водителей демонстрировали в течение нескольких дней все свои умения и навыки. Они волновались, старались, ведь все происходило на глазах коллег. А они и есть самый взыскательный экзаменатор. Здесь несколько мы придерживаемся целей. Во-первых, выявить лучшего из лучших, из равных, можно сказать. Второе, показать людям навыки. Все-таки, когда они смотрят за кем-то, они где-то приобретают. При условии, что у нас есть и молодые кадры, им это дается возможность посмотреть. Второе, что мы преследуем, цель, можно сказать, это каким-то образом поднять заработную плату. Но поднять не просто дать, а дать возможность людям заработать. По условиям конкурса победители во всех номинациях получат солидные надбавки к тарифным окладам за профессиональное мастерство. Без малого 150 водителей практически ежедневно садятся за руль спецтранспорта, чтобы медицинская помощь подоспела вовремя. Специфика медицинской помощи – это обслуживание больниц, поликлиник. Ну, это вот такая вот довольно ответственная работа, потому что выезжаем далеко, выезжаем по всем необходимым, но она такая вот как бы более спокойная, скажем так. А скорая, специфика скорой помощи водителей именно, ну, она непредсказуемая. Человек приходит на работу, и он не знает, куда через пять минут он поедет и на какой вызов. Настоящий водитель скорой – равноправный член медицинской бригады, и его помощь в сложные и критические моменты спасения пациента неоценима. Не случайно одна из номинаций конкурса так и называлась «Спасатель». Когда они работают в паре, действительно понимают с полуслова, а в большинстве случаев это так, когда где-то и подскажет тот врач, как лучше подъехать. И такое бывает. И в то же время, если тот водитель и поможет тому врачу те же носилки поднять, либо придержать того пациента, это тоже, вот это складывается коллектив, вот это складывается работа. И тогда действительно можно идти на работу, можно работать и с удовольствием идти домой отдыхать. Сегодня особая благодарность водителям предприятия, которые оказались и до сих пор находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. И тут не хватит слов признательности в их адрес. Наши автомобилисты, водители скорой помощи и водители обычного медицинского транспорта, они также в комбинезонах, также в респираторах, им приходится работать. И это еще раз подчеркивает, насколько важен труд наших водителей, наших автомобилистов. Поэтому дай Бог им здоровья и всего самого-самого хорошего. Судя по количеству награжденных в этот предпраздничный день водителей, которых чествовали от всего сердца и души, связав свою судьбу с такой нелегкой и ответственной работой, они готовы посвятить ей всю трудовую жизнь. Продолжение следует...